Вышел и строил трансформатор. Освещение, это было 18 ноября, освещение пропало все. Это субботний день, праздник, людям удался, так сказать, отдых. Коренной житель Юрий Соловьев рассказывает о сельских проблемах. Главное из них – отсутствие уличного освещения. В это время года темно становится уже около 17 часов, и вечером находиться на улицах села без своего фонарика бессмысленно. По словам местных жителей, света не было около недели, и за это время инициативная группа обращалась во многие инстанции. Мы общаемся тесно с руководством МАТИЧ, городского округа, в лице Казакова Александра Михайловича, который направил на ПАО «МАЭСК» письмо о том, чтобы в кратчайшие сроки включить здесь электричество. Это было 23 числа, письмо ушло. 22-го писала инициативная группа отсюда, от нас. Инициативные жители писали 23-го, 22-го, 21-го. То есть на всем протяжении пишутся письма. Ответов пока нет. Вот этот ценз 30 дней выдерживается. Мы пока не знаем. Или освещения у нас нет. Куда еще обратиться мы? Ну, к президенту. Ну, зачем им нужно наше освещение? У него более глобальные проблемы. Село Виноградово находится рядом с деревней Грибки. Это два сопряженных населенных пункта. Там тоже отсутствовало уличное освещение. По перспективному плану развития городского округа Мытища они будут объединены. Всего Виноградово официально прописаны около 110 человек. И 80 в Грибках. Но количество проживающих с каждым годом увеличивается. Прирост населения – это, конечно, хорошо. Но вот мощность трансформаторной подстанции, КТП номер 3 по улице Центральная, на это не рассчитано. Здесь стоит трансформатор 400-й. Нам нужен как минимум 630-й. Потому что мы не говорим о тысячнике. Потому что потребление населения увеличилось в энергии. Ну, потребители увеличили свои потребности. Данные подстанции находятся в открытом виде. То есть сюда может подойти кто угодно, что угодно. Так как у нас территория является рядом с промышленно-складскими комплексами, то есть она как бы проходная. То есть, ну, мы переживаем за нашу безопасность. Что может быть? Кто может быть? Что может сделать? Жители беспокоятся и о пожарной безопасности. Ведь рядом расположен старый деревянный забор. Если, не дай бог, заисклиться вот это все, забор загорится, дальше пойдут деревянные строения. То есть все рядом. Это первое. Второе. Вопрос безопасности, который волнует сейчас всех. Это терроризм. Что-то сюда подложить, заложить. Зона свободная, подходи, кто хочешь, делай что угодно. То есть стратегический населенный пункт закончит, как бы, будь без света. Неравнодушные жители села Виноградово показали нам свою трансформаторную подстанцию. Уже 30 лет как это место выделено именно для этого объекта. За официальными комментариями по поводу отсутствия уличного освещения мы обратились в ПАО «МАЭСК». Повреждение произошло на трансформаторной подстанции из-за превышения нагрузки на уличном освещении. По трансформаторной подстанции выделение земли непосредственно и охранной зоны, по установке этой подстанции и приведению в соответствие норм согласно действующих правилам, а по уличному освещению мы все, что от нас зависит, сделаем сегодня. По подразделениям Матичинской администрации, которые этим вопросом занимаются, необходимо подать официальную заявку на увеличение мощности уличного освещения. В окружной администрации нам тоже дали официальный ответ. Работы по решению этого вопроса ведутся. Мы провели мероприятие по устройству линий, по модернизации линий уличного освещения. Вы мне сейчас звонили, а я сейчас как раз подписывал на выполнение технических условий с нашей стороны, с МАЭСКО. Мы там установили линии, то есть там опоры у нас в МАЭСКО на той территории, но срединики, и там идет быт 04 КВТ. И на эти же мы заключали договора с МАЭСКО, брали технические условия на технологическое подсоединение, проводили аукционы, определяли подрядчика, выполнили эти работы в селе Миноградово, они уже выполнены по четырем адресам. Это у нас улица Булеварный, Перелог Ручейный, едва еще Перелога от Булеварной, сейчас точно не скажу, до дома 27 еще где-то, на память четвертая, не помню. Вот это видео жители прислали нам сегодня утром. Вчера вечером в селе Виноградово и деревне Грибки дали уличное освещение. Надеемся, что теперь так будет всегда, тем более, что ситуация находится на контроле администрации городского округа Мытища. Анна Раченкова, Алла Сталаева, Олег Степанов, информационная программа «День».